АРТЕМИЙ ЗАВАРЗИН 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 «Интенсивность политических контактов». Например, только в прошлом году лидеры России и Поднебесной провели пять встреч. Активизируются и торгово-экономические отношения. По итогам 2016-го товарооборот между нашими странами вырос на 4%, отметил Рогозин. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян поддержал такую оценку развития российско-китайских отношений. Он выразил надежду, что обе стороны будут продолжать прилагать максимум усилий для сохранения тенденций роста, расширения взаимных инвестиций и реализации крупных стратегических проектов, параллельно наращивая качество и масштабы торгово-экономического сотрудничества. Архангельская область и еще несколько регионов России крайне заинтересованы в реализации глобального проекта «Белкомор». Глава поморья Игорь Орлов выступил вчера с презентацией этого проекта на встрече Дмитрия Рогозина с китайской делегацией. Проект строительства железнодорожной магистрали, соединяющей Белое море, Урал и Коми, красиво названный Белкомором, находится в высокой степени готовности. На площадках арктического форума идет его дальнейшее продвижение. Там собрались все заинтересованные стороны. Руководство компании «Белкомор», губернаторы регионов, по которым будет проложена новая железная дорога, потенциальные инвесторы из Китайской Народной Республики. Решается вопрос о многомиллиардных инвестициях проект. Здесь находится делегация «Полигрупп» во главе с вице-президентом компании, господином Бу. И у нас идет переговорный процесс, когда непосредственно они перейдут к финансированию данного проекта. В случае, если мы достигнем договоренности, мы это очень рассчитываем, потому что в том числе и форум посвящен решению этих вопросов. В первую очередь финансирование будет направлено на подготовку конституционного соглашения. Для того, чтобы приступить к реализации проекта, необходимо подтвердить со стороны государства заинтересованность в заключении соглашения по типу концессии. Следите за новостями на канале «Правда Севера». Следующее прямое включение в 13 часов. Не прощаюсь.